Российская женщина рожает нам каждый день самых талантливых людей в мире. Российские ребята. Вот поверь мне. Что вообще за общие фразы в духе советских каких-то этих? Что значит российская женщина рожает талантливых? Где эти таланты? Где ты видел, что она... У нас интервью со мной или ты? Давай тогда ты будешь говорить, а я буду молчать. Что за оптимистичная повестка, что российская женщина рожает самых талантливых людей? Это что? Это конкретно какие-то примеры? С чего ты взял это? Это очень важно для страны. Почему ты считаешь, что здесь она рожает более талантливых детей, чем в Англии, в Америке или где-то еще? Статистику, посмотри, людей, которые чего-то добиваются или получают высшее образование в лучших университетах. Ну смотри, евреи считают, что они самые талантливые, армяне тоже. А почему-то... Это общие фразы. А я считаю, что русские самые талантливые. Я так считаю. Нет, это считать можно. Ну смотри, когда мы говорим, что банк Тинькофф один из двух прибыльных банков в этом году, я опираюсь на цифры. Мне, может, банк Тинькофф нравится, и ты можешь нравиться, может, не нравится. Но это факт. Вот я открываю статистику и смотрю. А дальше я открываю статистику тоже, она есть, и смотрю. А сколько у нас нобелевских лауреатов русских в этом году? А сколько у нас учеников из России с русским паспортом, поступивших в лучшую десятку университетов мира? Эта статистика гораздо хуже, чем поступивших китайцев, например. И нобелевских лауреатов у нас, а цитируемость нашей академии наук в десятки раз ниже, например, там, всех этих научных и исследовательских центров Америки. Слушай, ты можешь убеждать до утра в том, что у нас плохие кадры, я это вижу. Потому что мы построили самый лучший банк в мире, благодаря русским людям. Потому что у нас лучшие разработчики, лучшие программисты, лучшие аналитики. И лучшие до сих пор еще физико-математические институты. Но это странное, оптимистичное. Ты просто начал, знаете, в оптимистичной повестке. То есть нам надо показывать рожающих женщин, которые будут рассказывать о том, как они рождают самых талантливых детей. Правильно я понимаю? У нас рождается много талантливых людей. Это очень много, это очень относительная категория и очень общая фраза. Ну, не меньше, чем твоих любимых евреев и армян. Ну, за последнее время родился Сергей.